МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выше такое познание, знаете, экстаза, когда ты стоишь на сцене, и огромная площадь тебе рукоплещет. На концерт Николая Баскова пришла в Сиакон-Допога. Как город Бумажников встретил День Республики? Нету кипятка, нету чая. Спускаться у нас с 9-го, подниматься тяжело. Да, бабушки, ноги больные у некоторых. Дом ветеранов остался без света. Кабель к интернату перерубили рабочие, а запасного генератора нет. Наши дрозды улетели. Реалити-шоу про птенцов, живущих на НИКИ-Плюс, подошло к концу. В эфире новости на телеканале НИКО-Плюс в студии Александр Гнетнев. Здравствуйте. В Кондопоге купались, в фонтанах город Бумажников встретил День Республики. На празднование выделили десятки миллионов рублей. Мероприятия омрачили лишь сильный ливень и гроза, да и то в самом конце программы. Под ясным небом народ парился в бане и подпевал Николаю Баскову. Ефим Овчинников все видел своими глазами. В этом году День Республики проходит в Кондопоге. Здесь уже тысячи людей и сотни машин. Здесь даже выступит Николай Басков. Республика отмечает свой день рождения. Для начала всех жителей Кондопоги послали в баню. На главной площади города развернули международный кубок по банному мастерству. Легкое воздействие веничками дарит божественный релакс. Правда? Макай, пожалуйста, чтобы не было жарко немножко. У вас релакс божественный? Ну, по мне, разу не видно. Философский вопрос, как надо париться. Надо париться от души. Надо любить баню. Вот это самое. Если ты ее любишь, и она тебе тем же самой любовью ответит. Как веничек пойдет? Дай, отпусти его. И он сам покажет туда, куда нужно идти. Милой девушке с веником на голове вообще было не до общения с камерой. Она летала где-то далеко в облаках. Быть может, даже выше парашютистов, которые целый день парили над Кондопогой. По признанию опытных банщиков, в бане можно не только помыться, но и получить оргазм. Поэтому в баню нужно ходить. С удовольствием. Только с удовольствием. Нечто подобное испытали и те, кто пришел на большой сборный концерт возле Дворца спорта. Кондопога пела и гуляла с утра до вечера. На сцену вышли солисты Большого и Мариинского театров, множество коллективов из Карелии. Глазам Карелии поверил Николай Басков. Можно по-разному относиться к этому артисту. Кто-то скажет, что папса надоела, переполнила голубые экраны. Но что бы кто ни думал, Баскова народ любит. Посмотреть на певца, послушать пришел весь город. На выступление съехалась масса гостей. И Басков не обманул. Не было бы печали, если б любил другую. Я по тебе скучаю, я по тебе тоскую. Знаю бы еще вначале, что полюблю такую. Не было бы печали, если б любил другую. И нам никто не посмеет мешать. И не обнимет у нас этих дней. Да будут руки твои целовать. Забытка, мальчик, о смене времен. Не торопись эту сказку прервать. Он так хорош, мой не чаянный сон. Я знаю, ты далеко, все между нами города-города. Мы спою навсегда-навсегда. Любовь. Я знаю, ты далеко, все между нами города-города. Погозит меня щупать. Чужая страна. Конечно, а как его можно не любить? Как Колю не любить? Вообще, супер. Давай, сделай нас. Давайте все вставим, вставим, вот так вставим, вставим. Сюда, сюда, вот так. И давай. Еще раз. Как бы встретилось, что он попросил? Да нет, я в восторге, потому что потрясающий вообще праздник. Такое количество уникальных коллективов здесь собрано. Такая площадь. И для меня было большой честью вообще выступать. Я обожаю, когда много народу приходит. Это самое высшее, наверное, высшее такое познание, знаете, экстаза, когда ты стоишь на сцене, и огромная площадь тебе рукоплещет. Именно в Кондопоге озвучили, где пройдет День Республики летом 2015 года. Я хочу вам сообщить результаты подведения этого конкурса. Следующим городом, где будет праздноваться День Республики, это город Сартовала. Ну а этот День Республики омрачили сильнейший дождь, гроза и даже град. Сцену затопило. Концертную программу пришлось сократить еще и потому, что на площади почти не осталось зрителей. В тот момент большинство из них снимали на мобильные телефоны залитые водой дворы города Бумажников. Больше суток без света. В Петрозаводском доме ветеранов не было электричества с воскресенья. В темноте сидели 210 стариков. Электричество включили лишь сегодня вечером. Больше суток без лифта, работающих холодильников и горячего питания. Нету кипятка, нету чая. Спускаться у нас с 9-го, подниматься тяжело. Бабушки, ноги больные у некоторых. Кабель, по которому электричество подается в дом-интернат ветеранов, порвали строители, которые что-то строят неподалеку. Представители экстренных служб привозили сюда несколько генераторов, но все они оказались неисправными. У нас был на 180 кВт генератор дизельный, который в свое время по необходимости передали в другое лечебное учреждение. В настоящее время заявка дана, но думаю, что летом этого года у нас он будет. Тут-то и выяснилось, что своего генератора у дома-интерната нет, хотя должен быть, учитывая какой это объект. Дом дружбы народов Карелии должен появиться в республике. Такое решение приняли участники форума «Карелия. Территория согласия». Он прошел в день республики 8 июня в Кондопоге. Идею создания дома дружбы обсуждают давно, но пока все это были только слова. Главная проблема – это поиск подходящей площадки. Дом дружбы народов позволит оперативно обмениваться информацией, реализовывать социально ориентированные проекты и программы. Карелия – это регион, на который все больше и больше обращают внимание. Глава Александра Худиланин рассказал участникам форума, что в республику наконец поверили. Об этом говорит число делегаций, которые прибыли на празднование. Сегодня с гордостью могу сказать, что на День республики в Кондопогу приехали только иностранных делегаций 7. Сегодня у нас высокое представительство Москвы, сегодня у нас высокое представительство соседних субъектов Российской Федерации. Перспективы сотрудничества власти, бизнеса и общественных организаций, участники форума, а всего это 150 человек со всей республики, обсуждали на четырех площадках. В Министерстве по вопросам национальной политики такую работу называют мозговыми штурмами, возможностью отобрать для реализации самые передовые идеи. Одна из площадок – роль семьи в духовно-нравственном развитии общества. Инициаторы обсуждения уверены, меняет сообщество, а значит и детей нужно воспитывать по-другому. Нередко перекосы воспитаний ведут к проблемам, которые существуют сейчас. Мы были инициаторами круглого стола для того, чтобы показать, что сегодня наше общество должно составлять внимание на работу с семьями прежде всего, для того, чтобы изменилось воспитание самих детей. Ну и вы понимаете, еще одна проблема – это то, что школа сегодня устранилась от развития детей, от воспитания. Они занимаются образованием, но совершенно отказались от, ну будем говорить так, социализации детей. О совместном комфортном проживании разных народов говорили на другой площадке – Дружба народов, Единство России. В Карелии проживают представители 153 национальностей, и все они хотят иметь место, где могли бы собираться вместе. В этом доме мы будем собираться, рассказывать про хорошие, показывать свои традиции, обычаи, рассказывать про проблемы. Если большая семья, у них нет дома, в отдельности живут по родственникам, у них нет общения, у них и дальше не будет никакого дружбы, не будет у родственников. В итоге участники форума порекомендовали правительству республики рассмотреть возможность создания Дома дружбы народов Карелии. Помещение, которое сегодня занимается Интернациональной культуры, оно уже перестало соответствовать тем требованиям, которые сегодня предъявляет общественность. И понятно, что надо будет думать над тем, где подобрать площадку, которая бы действительно была современной, инновационной. Кроме того, властям было предложено подумать над проведением форума народов Карелии, а еще продумать вопрос изучения детьми карельского языка. Чиновники еще раз подчеркнули, реализация идей возможна только при объединении усилий, ведь очень многое зависит не только от государства, а от желания самих людей. Юлия Кучеренко, Евгений Вдокимов, телеканал НЕКО+. Вы смотрите новости и мы продолжаем. В Петрозаводске прошла презентация книги «Андропов. Карелия. Годы с 40-го по 51-й». Ее автор Юрий Шлейкин. Издание представили в актовом зале Управления Федеральной службы безопасности. Книга рассказывает о жизни Юрия Андропова в Петрозаводске. Она составлена на основании архивных данных и встреч с ветеранами, с теми, кто лично знал Юрия Владимировича. Новая книга заслуженного журналиста Республики Карелия Юрия Шлейкина, презентация которой состоялась накануне столетия, со дня рождения Юрия Владимировича Андропова, была принята с огромным интересом ветеранами войны, ветеранами-чекистами. В зале были и те, кто лично знал Андропова, кто работал с ним рядом. Мне довелось лично видеть Юрия Владимировича Андропова в октябре 1975 года на Союзов-совещании в линии разведки. И затем лично дважды и часто здесь старели Петрозаводский в то время его визитов в Республику. Нужно сказать, что несмотря на кратковременность визитов и напряженность программы пребывания в Петрозаводске, Юрий Владимирович непременно находил время приходить в комитет Республики и пообщаться с коллективом-чекистов. Я хотел бы от себя лично, от ветеранов, поблагодарить прежде всего Юрия Викторовича Шлейкина, издательство «Острова», которое принимало непосредственно участие в подготовке этой книги. Это очень большой труд. Я думаю, что принесет большую пользу молодым шекистам, становлению их будущих профессионалов, так и в жизни, наверное, каждого жителя Республики Карелия. Выступая в этой большой аудитории, Юрий Шлейкин объяснил, почему взялся за эту огромную работу. Во-первых, очень много мифов существует о Юрии Владимировиче Андропове. А во-вторых, мы словно не замечаем, что пятый вождь Советского Союза 11 лет работал в Карелии. Почему в Карелии такое к нему до сих пор какое-то, ну, какое-то чуть отстраненное отношение, как будто мы стеснялись того, что этот человек стал руководителем Советского Союза, лидером, ведущим политической партии. Конечно, интересно было узнать мнение и тех, кто уже прочел эту книгу. Интересно все, начиная с того, как 25-летний парень отправляется в Республику Карелия. Пожалуй, самый интересный для меня раздел, потому что в какой-то момент и мне родина сказала, что есть мысль вам переместиться, служить в Карелии. Вот мне было очень интересно о том, с чего это начиналось, чем это сопровождалось. Ну, а дальше я понимаю, это работа. Работа, она уже воспитывает людей. Конечно, важна среда, в какой происходило становление. И, безусловно, Карелия – значимый очень период в жизни человека с 25 до 35 лет. И еще один интересный факт. Юрий Владимирович Андропов учился на историческом факультете Петрозаводского государственного университета. Как и автор этой книги Юрий Шлейкин. Герои прямой трансляции на сайте ведомости Карелии «Дрозды» покинули свое гнездо. В течение нескольких дней веб-камера, установленная на фасаде здания телеканала «Ника плюс», следила за судьбой птенцов. Птицы облюбовали территорию для жизни буквально рядом с нашими редакционными окнами. Мы наблюдали за жизнью маленькой семьи Дроздов. Птенцы устроили свой дом прямо на лестнице здания телеканала «Ника плюс». Покой птенцов охраняли их родители, а они тем временем учились летать. И вот спустя несколько дней пернатые окрепли настолько, что смогли покинуть родное гнездо. И возвращаясь к празднованию Дня Республики. Как сегодня сообщила одно из городских интернет-изданий, в воскресенье в городе Бумажников не было пьяных. Вернувшаяся из Кондопоги съемочная группа Ефима Овчинникова с этим утверждением в корне не согласна. День Республики День Республики День Республики в Кондопоге проходит. Это хорошо? Да, хорошо. А чем хорошо? То, что у нас праздник. Новости на сегодня все, но я с вами не прощаюсь. У меня для вас есть еще обзор прессы. Ровно через минуту. Редактор субтитров А.Семкин